Совсем недавно мне задали очень интересный вопрос. Что же меня заряжает, что же меня вдохновляет, что же дает мне вот это ощущение полноты жизни. И я подумала и вдруг поняла, что меня по-настоящему заряжает хорошая история. На этот вопрос предложили ответить и всем юным читателям региона. И это лишь первая из череды интересных заданий акции «Книжный заряд». Она проводится ежегодно, и даже режим самоизоляции не помешал традиции. Мы делали упор на онлайн-формат заданий. То есть это различные игры, которые можно проводить в онлайн-формате. Это различные отзывы, видеоотзывы, которые вы можете прочитать книгу и записать видеоотзыв какой-то. Это какие-то творческие задания, допустим, сделать какой-нибудь забавный литературный мем, записать сторис в Инстаграме и так далее и тому подобное. В этом году принимают участие 59 библиотек региона. Акция продлится до 31 августа и призвана привлечь к чтению как детей и подростков, так и взрослых. Никаких ограничений. Выполнять задания можно все лето. А в конце всех участников ждут подведения итогов и награждения. А сегодня своя развлекательная и познавательная программа прошла и для самых маленьких читателей библиотеки. В том числе и мероприятие 1 июня, да, привлечь на Дню защиты детей, также проходит в онлайн-формате. Стоит отметить, что мы, конечно, библиотека, которая специализируется на работе с молодежью, но кроме того, мы работаем и с молодыми родителями, которые сами любят читать и которые воспитывают читающих детей. И поэтому мы подготовили очень обширную программу для этой категории населения. И акции программы для детей проходят в сотрудничестве с волонтерами культуры региона. Присоединиться к книжному заряду можно в социальных сетях на протяжении всего лета, используя хэштеги. Андрей Фазеев, Владимир Терентьев, Новости губернии.